Мы продолжаем. В Якутске полицейский вынес ребенка из горящей квартиры. Пожар произошел в одной из квартир дома по улице Якутская 4 мая. Сотрудник полиции, живущий в соседней квартире, зашел в горящее помещение и, прикрывая мальчика своим телом, вынес его в безопасное место и оказал первую помощь до приезда скорой помощи. С героем встретился наш корреспондент Юрий Осипов. Старший лейтенант Иван Бурнашов служит в рядах защитников правопорядка уже более 10 лет. В 2006 году он начинал работать как полицейский водитель. Сегодня он командир взвода отдельного батальона АПП СМВД. В тот день Иван спал, придя с ночного дежурства, но проснулся в 7.30 утра от запаха дыма, проникшего в квартиру. Сначала он подумал, что какие-то неполадки с его проводкой и обошел квартиру, но быстро понял, что запах извне. В коридоре стало ясно, что дым идет из соседней квартиры. Я понял, что у них там что-то случилось, замкнуло провод, видимо. Пошел вырубать электричество, уже было сработано этот рубльник. Все, потом в квартиру стучался, там никто не открывал, знал, что там был ребенок. Иван знал, что в квартире находится мальчик-инвалид первой группы, который не может самостоятельно передвигаться. Он предпринял попытку взломать дверь, но в узком проходе нет места для маневров. К счастью, подоспела мать ребенка и открыла дверь. И вот тогда увидели, что в квартире идет сильный пожар. Войти возможности не было, дыма. Я пошел в квартиру себе, взял кусочек, ну как сказать, тряпки, марлы, обернул себе лицо и ползком туда, в квартиру проник. Узнав о поступке Ивана, сослуживцы не удивились. Они говорят о том, что смелость и доброжелательность – его отличительная черта. И он никогда не пройдет мимо, когда кому-то нужна помощь. Он сам как бы добродушный, всегда улыбчивый, радостный человек. Всегда на помощь придется и своему личному составу, и гражданам. Я ни секунды не сомневаюсь, что Иван у нас всегда придет в любой момент на помощь, всегда спасет людей. Сейчас спасенный ребенок находится в коме. Состояние здоровья спасенного мальчика расценивается как стабильно тяжелое. Юрий Осипов, Евгений Лугинов, НВК «Саха», Якутск.